Следующий, скажем, следующий наш раздел – это два взгляда на себя. Ну, я долго искала какую-то картинку с маликами, более счастливым с маликом и с более серьезным, более таким суровым. Ну вот, вы видите, что удалось найти. Давайте сейчас пока не будем обсуждать, какие это могут быть взгляды. Я вам покажу несколько примеров из своей работы, а вы попробуйте увидеть, что изменилось и как изменился взгляд женщины на саму себя. То есть будет вот такой вот дополнительный вопрос. Давайте посмотрим. То есть вот сейчас перед вами будет всего лишь три примера, и гораздо больше в разделе «Портфолио до и после» сможете посмотреть, кому интересно. Сейчас я предлагаю вам описать, насколько изменился взгляд этих женщин, девушек на самих себя. Потому что на первой и на второй фотографии, и в некоторых случаях будет три, вы будете видеть одну и ту же героиню. Жду ваших комментариев в чате. Можете комментировать, допустим, цифра 1 отражает первый взгляд, и цифра 2. Жанна, открытая, уверенная, смелая, после преображения. Да, соглашусь, и это действительно так, и это трудно, это сложно сымитировать. Если мы не испытываем подобных ощущений, самоощущений, то это, так сказать, никак не придумаешь взгляд. Действительно выдает состояние, выдает и внутреннюю уверенность, и реализованность, потому что здесь совершенно уже, как сказать, и жизнь, и профессиональная жизнь, вплоть до того, что и город, и место, и окружение очень многое изменилось. То есть здесь где-то между фотографиями, пожалуй, как минимум пару лет. И как раз вот те пару лет, которые были посвящены работе над собой, и то, что вы видите, это действительно отражение той реальности, которая изменилась. Хорошо, давайте посмотрим еще на две модели. Буду рада вашим комментариям. Повторим, значит, фотографий номер один и фотографий номер два и номер три. Это, конечно же, принадлежат одной героине. И вторая и третья фотографии – это фотосессия, которую мы проводили. То есть, скажем, ну, как, собственно, и первая тоже фотография, тоже наша, но еще в самом-самом-самом начале работы. Что скажете по поводу взгляда на себя? Совсем не обязательно, что он в каком-то случае плохой, в каком-то случае хороший, но он разный, действительно. Да, стильное и артистичное действительно есть в этом больше, как сказать, широте улыбки и сияния глаз. Только сейчас заметила, что Дарина написала уверенность в себе, светлый, проникновенный взгляд. Это, да, это про первую модель. Дарина пишет, милая девушка, но на последних двух фото видно, что вытащили изюминку. Да, причем могу сказать такой момент, что есть фотографии, когда только человек себя открыл, и у него еще есть легкий испуг в глазах. То есть, он уже радуется, но еще не уверен. А здесь фотографии, которые сделаны, сейчас скажу, с начала работы над имиджем, где-то, если я не ошибаюсь, лет 7 прошло. То есть, это уже отшлифованность, уверенность в себе, и здесь уже не надо даже, как сказать, в процессе фотосессии, не понадобился нам даже постановщик какой-то специальный, который бы модель направлял, там, встаньте так, встаньте так. Модель сама знает, как ей стоять, и фотографу было очень легко просто успевать ловить эти вот микродвижения. Так, что у нас пишет Наталья? Первое, грустное, озабоченное. Действительно озабоченное, хорошая девушка и там, и там, но в первом случае озабоченное, в втором уже веселое и легкое. И давайте покажу вам еще одну работу. Их много, не буду слишком увлекаться этой темой. Так, это, скорее всего, да, нерешительное, уверен, это Алла, скорее всего, пишет про предыдущую. Хотя, наверное, можно и вот об этой модели тоже самое сказать. Здесь тоже, как минимум, пару лет между фотографиями. Но здесь уже первую фотографию делали мы в самом начале работы, а вторую фотографию уже поделилась с нами наша клиентка из поездок, то есть из вот просто своей реальности. То есть это фото, скажем, не студийное, не фотограф, а просто из поездки, из отдыха. Да, 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 причем самое приятное, что можно так жить и так работать с внешним видом, что когда смотришь фотографии, вроде смотришь их в порядке возрастания, возраста, а видишь обратный совершенно эффект. Подобные ситуации тоже можно на сайте до и после посмотреть. Да, молодая, яркая и отношение к себе и взгляд на себя совершенно иной. И вот это один из важных таких моментов, которые я, может быть, сформулировала сама, буквально в процессе, когда с книгой работала, искала, в чем же вот такой ключевой момент, помимо, конечно, технических вот таких моментов. То есть если говорить, там, цвет поменяли, значит, там, с волосами поработали, с макияжем, там, и так далее. То есть если говорить не только о профессиональных изменениях, но о том, что же изменилось внутри самой женщины, как изменился ее взгляд на саму себя. Это очень важно, потому что если мы привыкаем на себя смотреть грустным, озабоченным, нерешительным, неуверенным взглядом, а может быть, иногда этот взгляд имеет характеристику строгого взгляда, то есть с нелюбовью, то, соответственно, это отражается и на облике. И как раз-таки работа над собой, она помогает увидеть себя по-новому и запомнить вот это состояние, чтобы этот взгляд влюбленный в себя, любящий взгляд, можно так сказать, не путайте с самовлюбленным, когда это переходит такое состояние уже самолюбования, когда человек никого не видит. Нет, скорее я говорю о именно любящем, внимательном, заботливом взгляде, которого мы тоже все сами достойны. От самих себя, конечно же, не только от близких наших, которые нас любят в любом виде, в халате, в бегудях, но и от себя в первую очередь, чтобы мы тоже позволяли видеть в себе свою красоту и ее проявлять. Искала картинку, иллюстрацию, которая бы могла передать такой взгляд, ну вот это пока лучшая иллюстрация, которую мне удалось найти, чтобы она передавала вот такое состояние, такого взгляда на саму себя. То есть вот это тоже важный момент, который хотелось бы подчеркнуть и пожелать каждой из нас, чтобы мы не забывали на себя вот так смотреть.